Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Задача коммунистического движения. Итоги выборов в Государственную Думу». Ведет занятие первый секретарь ЦК РКРП Виктор Аркадьевич Тулькин. Ну и, как у нас уже принято с первого занятия, «Задача коммунистического движения» «Задача коммунистического движения. Итоги выборов в гости. Итоги выборов в гости. Так, всем добрый день. Поступаем. Значит, у нас сегодня тема выборов будет касаться. Поэтому мы постараемся проявить образцы демократии. Если ректор не будет против, разрешим не только самописьменные вопросы задавать. Но все равно лучше письменно, конечно. Итак, приступим. Значит, наша тема – это задачи коммунистического движения и итоги выборов, которые прошли. Так, значит, вообще задача коммунистов – это построение бесклассового общества, да, коммунизма. Ну, для этого сначала нужно осуществить социалистическую революцию. Без этого никак. Это мы на других занятиях проходили. А социалистические революции по желанию не делаются. Так, на них надо работать. И работать в том числе в те времена, когда даже реакция наступает, как-то, например, сегодня. Работать готовя революции, готовя теоретически, готовя, значит, прежде всего себя к революции, как указал Владимир Ильич. Значит, работать практически. Ну, а что значит практически? Вот из того же манифеста коммунистической партии, значит, главное указание – это у коммуниста задача формировать пролетариат в класс, в класс для себя, чтобы он мог быть сам политическим, значит, субъектом истории. И второе, значит, я бы напомнил, бывают такие этапы вот нашей борьбы, когда мы результатом своей работы получаем не что-то вот конкретное там вот в виде мест или конкретного результата, а собственное расширение движения. То есть работаем на укрепление, так сказать, позиции, значит, на улучшение собственной позиции, на формирование, еще раз повторимся, пролетариата в класс. Так, значит, мы на первом занятии разобрали теоретическую часть вопроса, значит, использование парламентаризма в классовой борьбе. Вот выступал профессор Попов, значит, в основном мы все согласились и сказали, что да, действительно, значит, есть возможность и нужно это дело использовать. Значит, вопрос, как использовать? Вот выборы прошли, и сейчас, так сказать, можно поставить этот вопрос. Ну, что мы имеем, да, как мы пытались это дело использовать, что задумали сделать, чего получили в конечном итоге. И, соответственно, чаще всего копья ломаются, надо, было, да, вот не с этого стороны зашли, не то включили, так сказать, в программные какие-то документы. Всегда много страсти разгорается по поводу выступлений, лозунгов, там, листовок, ну и так далее и тому подобное. Ну, все-таки основной вопрос чаще всего, значит, он возникает на этапе участвовать, не участвовать, идти, не идти. Вообще, возможные варианты неучастия в выборах разные, да, и мы знаем, что большевики принимали решение и бойкотировали выборы в Думу Царскую, в Булагинскую Думу, которая так и не собралась, так, затем в следующую Думу, первую, значит, и при этом Ленин возглавлял тактику бойкотта и писал воззвание по этому поводу, причем такие горячие слова употреблял, никакие это не выборы, это насмешка-то над демократией, издевательства НАТО и прочее-прочее. И, тем не менее, через какое-то время, вот, в книге «Детская болезнь ливизны» в коммунизме, он же писал, что вообще-то, так сказать, это была ошибка. Вот одна ошибка поменьше, другая побольше. Почему так получается и как? И что Владимир Ильич советовал по этому поводу? Вот в этой же книге он вывел для нас формулу, да, которую всем надо запомнить. Значит, она сводится к чему? Что надеяться получить готовый рецепт на все случаи жизни, ну, это есть просто наивность или глупость. Так, нужно иметь собственные мозги, собственную голову на плечах, чтобы каждый раз решать, а как применять это дело, да, и вырабатывать то линию, принимать то решение, которое работает на развитие классовой борьбы, на подъем движения, да, повышение активности людей, массы и прочее-прочее. Поэтому вот эти ошибки, которые сам Владимир Ильич признавал в 906-го года, бойкот Думы, они были связаны с тем, что бойкот не способствовал тогда развитию борьбы, поскольку, так сказать, реакция наступала, борьба шла на убыль, и, значит, отсюда совет был, что надо участвовать, надо использовать. Так, общая рекомендация, опять же, мы на прошлом занятии проходили, это участвуем, поскольку это политическая компания, поскольку в этот момент внимания людей к ней как-то привлечено больше обычного. И вообще Ленин так писал так, что если хоть кое-нибудь значительное число простых, так сказать, рабочих и людей наемного труда еще верят в эти самые выборы и так далее, то у них необходимо участвовать. Сегодня это еще, скажем, незначительное число измеряется пока миллионами по стране. Поэтому вот для нас вроде бы как целеуказание, что участвовать надо, использовать надо. А используем мы для того, чтобы, а, в ходе этой кампании и в ходе повышенного внимания вести свою пропагандистскую линию, разъяснять, чего мы хотим, что мы видим там, куда ведем не просто ближайшим целям, но и перспективным целям, так сказать, в даль, куда-то. И второе, значит, в случаях выборов успешных и получения какого-то числа мандатов, мы можем, так сказать, эти мандаты успешно использовать для того, чтобы усиливать собственную позицию, усиливать борьбу. И все мы уже не раз здесь вспоминали, значит, тех наших, скажем так, депутатов, или тех депутатов, которые на тот момент занимали прогрессивные позиции, которые помогали борьбе, помогали принятию или, по крайней мере, пропаганде, значит, проекта рабочего трудового кодекса, помогали организации забастовок на форде, на, значит, профсоюзу докеров в Ленинградском морском порту, ну и во многих других точках, так, ну, например, во Владивостоке вот меня поддерживал профсоюз докеров, который, так сказать, отсюда получил сведения, и там мы с ним встречались, и велись. Это все хорошо. Вот, наверное, не случайный момент, что в 95-м году мы имели единственного депутата Госдумы Григорьева, Владимира Федоровича, и имели самый яркий пример борьбы, это противостояние на Выборгском ЦБК, где рабочие выкинули, так сказать, очередного претендента на собственника водочного короля Сабадаша за ворота, установили свою власть, запустили производство, организовали питание, сбыт, ну, производство организовали, да? Вот это самый знаменитый такой был пример, и первый случай, когда в новейшей истории России в рабочих стреляли. Именно силами отряда «Тайфун» подавлялось это сопротивление, и это округ нашего депутата Григорьева, который активно участвовал в этих событиях, и что все было. Таким образом, отталкиваясь от каких-то моментов теории, значит, мы подходим с вами к 2016 году, когда объявлен единый день голосования. 18 сентября, выборы в Государственную Думу, и всякие разные представительные органы власти, в ЗАГСы, Думы, во многих, значит, регионах, а также органы местного самоуправления. Выборы прошли, цифры известны. Сегодня, образно говоря, можно приложить карту к дороге и посмотреть, значит, что прогнозировалось, чего мы ожидали или предсказывали, кто-то предугадывал, и что мы получили в конечном итоге. Значит, вот первое, на чем бы я хотел остановиться, значит, наша позиция и перед выборами состояла прежде всего в том, что никаких честных выборов не будет, потому что честных выборов в условиях буржуазной демократии просто-напросто не бывает, и быть не может, да? Вот, потому что это такой механизм, так устроено, потому что выбирает не, так сказать, жизненный путь или чего-то, а выбирает деньги, выбирает, так сказать, машина, которая заряжена, настроена, работает на автомате и прочее, прочее. При этом дело не в мухляже, вот, или там, в избирательных комиссиях, да, и подсчетах, и дело не в черном пиаре, на что обычно жалуются Дюганов, там. Против меня было выпущено, там, 6 миллионов тиражом газеты, не дай бог, которые печатали в Финляндию и переправляли в Россию. Не в этом дело, все это ерунда и мелочи. Сам, так сказать, общественный строй, само устройство жизни, оно диктует соответствующие правила. И в любом классовом обществе господствующей идеологией является идеология господствующего класса. Еще в манифесте писал Маркс Энгельс, что раз в 5 лет народ приходит для того, чтобы выбрать, кто от их имени будет ихми управлять и их угнетать в следующие 5 лет или в следующий период в этом деле. Так, значит, в современной классике вы выражались более прямо и цинично, но зато понятно. Помните, классик говорит, что капитал нанимает власть, форма найма – это выборы, но, соответственно, выбранные депутаты, они работают снова на капитал, и круговорот, так сказать, всего этого дела не запущен. Причем это не есть что-то, так сказать, новое. Сейчас избирательная законодательность несколько сот раз принимала всякого рода изменения с того момента, когда был принят этот основополагающий закон о гарантиях избирательных прав там и прав на участие в референдуме. Это в любая буржуазная демократия так устроено. Вот для интереса, поскольку мы сейчас проводим аналогии, снова будем возвращаться еще к выборам в Царскую Думу и к участию большевиков и Ленина. Хочу напомнить, что тогда, вот выборы, значит, 906 года, это когда большевики первый раз приняли участие, да, значит, они были совсем, во-первых, непрямыми, а во-вторых, голос одного избирателя весил по-разному. Вот один депутат от крестьян, он представлял примерно 2 миллиона голосов. Один депутат от крестьян. А страна была на 78% крестьянской к тем временам, да. От рабочих один депутат представлял уже 830 тысяч голосов. Это цифры примерные, там закон такой интересный и сложный, можно отдельную лекцию как-нибудь послушать по этому поводу. А вот имущие классы, а выборы тогда проводились по куриям, к имущим классам относились, так сказать, курии, это крупные землевладельцы и крупные налогоплательщики, то есть владельцы заводов, пароходов, домов там и прочее, прочее. Имущие классы. Здесь уже один депутат, он представлял всего 16 тысяч избирателей, да. То есть имущий класс уже заранее, так сказать, имел с законом, с царским указом тогда, не законом, заложенные возможности, чтобы однозначно иметь там большинство. С одной стороны, вроде бы, так сказать, это не демократично, а с другой стороны, это более честная система. Они, по крайней мере, прямо говорили, да, вот об этом. И в то же время она более честная и с этой стороны более демократична, потому что эта система подразумевала, что по куриям крестьянским и по куриям, так сказать, рабочих пройдут туда представители этих классов. Чем, в общем-то, тогда и пользовались и большевики, и эсеры, и меньшевики, и чего сегодня нет и в помине. Как вы помните, в предыдущей думе не было ни одного, один был рабочий по фракции Единой России, некто трапезников. Значит, в этой, но я еще не смотрел, как следует, все, все подряд, но, по-моему, ни одного нет. Значит, сегодня система отлажена гораздо уже на более совершенном уровне. Уже столько лет прошло. Такой опыт громадный накоплен. Такие достижения, значит, науки, в том числе обработки мозгов, технологий политических и прочее, прочее. Поэтому мы перед выборами давали прогноз, что главная установка, программная установка сегодняшней власти, это самосохранение. Самосохранение в широком смысле слова, как сохранение политической системы, самосохранение в более узком, сохранение той конфигурации политической, которая сложилась в лице четырех парламентских партий, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, которые, значит, успешно, с точки зрения буржуазии, так сказать, обеспечивают ее существование, обеспечивают ее прибыли, и которые соответствующим образом меняют правила игры, то есть закон о выборах, для того, чтобы это самое самосохранение убеспечить. Значит, я уже приводил цифры много раз всякие, но наиболее такая, которая помогает все поставить на места, это финансирование. Когда закон был принят, то в 2004-2005 годах финансирование было 0,5 рубля за один голос избирателей, который отдал. Значит, на сей момент 110 рублей, то есть увеличение произошло в 220 раз. Ну вот если бы у нас зарплаты за это время, так это, ну даже в номинальном выражении пусть так же выросли, это было бы, наверное, неплохо. То есть, получая в сумме порядка 7 миллиардов рублей из государственного бюджета ежегодно, эти парламентские партии, так сказать, строят свои структуры, ведут свою агитационную работу, то промывают мозги, настраивают в нужном направлении, и в том числе одновременно меняют закон так, чтобы другие к этому делу не могли приблизиться, вести. И надо сказать, что специалисты там работают, хорошие, значит, мерзавцы, но грамотные, и ведут дело так, что получают запланированный результат. Это тоже не есть что-то новое. Кто знаком с таким политологом-американцем Майклом Парентью, его книгой «Демократия для немногих», те помнят выражение, что у нас выбранный процесс на сегодняшний день поставлен, значит, как производство. Мы считаем, сколько нужно для того, чтобы вот Ксан Ксаныча провести в сенаторы. Ну, 10 миллионов, но с вероятностью 68 процентов. Мало? Надо добавить еще 30, вероятность будет 89 процентов. Вот, так сказать. И мы этим занимаемся, получаем голоса от бедных и деньги от богатых, чтобы защищать, так сказать, их друг от друга. Все это дело проводим. Поэтому перед этими выборами основной изюминой, основной задумкой, значит, власти было управление выборами, прежде всего через снижение явки на выборы. Для этого выборы были перенесены на сентябрь месяц, то есть и время на разгон очень мало. Летом, когда народ находится, кто на море, кто на даче, кто в огороде или как-то. Да и сам сентябрь, когда приходишь голосовать, он тоже месяц не лучший для этого. Поэтому вот эта сумма причин и условий, они привели к тому, что явка на эти выборы была меньше 50 процентов, а в таких крупных городах, как Питер и Москва, это практически одна треть. 33-35 процентов и прочее. Ну, можно спросить, слушай, ну и что ведь это для всех партий так, явка меньше. И для Единой России, и для КПРФ, и для Росфронта. В чем дело-то? Дело в том, что, значит, в таких условиях хорошо организованное меньшинство, управляемое меньшинство, оно значит гораздо больше. С помощью него можно процесс направлять в нужную сторону. Это, прежде всего, бюджетники, административный аппарат, чиновники, силовики, значит, и так далее и тому подобное. И вот, значит, результаты, они, в общем-то, это и показали. При явке всего 47 процентов, значит, и участие 14 партий Единая Россия получила свои 54 процента, натянутые, сфильстрированные и прочее, но тем не менее. В этом деле. Так? Это результат искусственных манипуляций, результат умелого управления, который мало что имеет с тем, чтобы называться, что вот это народовласть, это отражение настроения общества. Прежде всего потому, что большинство людей на эти выборы просто не пошло. Иногда объясняют эти же политологи, что это, мол, европейское явление, это свидетельство хорошей жизни людей, что им не о чем особенно заботиться, поэтому они не идут на выборы. И так все, более-менее войны нету, тут это самое хлеб, есть горячая вода, так сказать, поступает. Но, все-таки, для России это сегодня смотрится по-другому. Это скорее элемент, элемент, не все, конечно, но элемент протестного голосования. Не зря в предыдущих реформах законодательства они графу против всех вычеркнули из бюллетеня. И вот, несмотря на упорные, кстати, попытки, лично я подавал законопроекцию, ладно, не надо против всех, это вы считаете разрушительно, неконструктивно и прочее. Давайте заменим. Давайте вместо этой графы напишем, считая, что эти выборы не демократичные и, так сказать, не нечестные, пусть так будет. Нет. Против этого они тоже ощетинились, и Единая Россия, так сказать, обменив нас, меня, в том числе, в демагогии, этот пункт отбили всеми своими возможностями. Второй момент, с помощью которого власть укрепила свои позиции и Дума значительно попроверила, что мы и предсказывали, это было введение института так называемых одномандатных округов. Значит, на словах все выглядит вроде бы красиво, а именно, это же одномандатная округа, это же связь депутата с избирателем, это же... Но связь депутата с избирателем, она выбранного депутата, она прежде всего обеспечивается его известностью, за кого, так сказать, идут голосовать. А второе, что за этими словами суть заключается в том, что свое относительное преимущество Единая Россия вот с помощью этого механизма очень быстро превратила в абсолютное. То есть, если в соответствии с пропорцией она в этом округе, предположим, там набрал их представитель 37%, она бы и получила эти проценты, то здесь, поскольку набрано больше, чем у других, она получает все. Этот мандат забирается и так далее. И таким образом, из 207 выдвинутых одномандатников Единая Россия получила 203 мандата. 98, там, с десятым процентов. Это результат, который... Причем, это опять явление не новое, оно известно, так сказать, я уже приводил как-то цифры, что, когда на такую же систему перешли на Украине наши друзья-соперники из КПУ получили, дай Бог память, 59 вторых мест и ни одного первого. Почему? Потому что в одномандатных округах роль играют деньги, известность, вип-персоны, административный ресурс и ничего здесь другого быть не может. Ну, если у вас округ там 300-500 тысяч человек, выйду не самого умного, так сказать, там, и знающего, ну и что ты, как ты донесешь свои мысли, кому расскажешь, как дойдешь до всех бессоответствующих средств, денег и прочее, прочее. Еще один момент, который надо, значит, показать, который на этих выборах был использован, наверное, это внешнее, так сказать, расширение демократии. Ну, я уж для начала сменили Чурова, да, а с другой стороны на выборы допустили аж 14 партий. При этом все эти 14 партий это партии, которые имеют федеральную льготу, то есть, которым не нужно было собирать подписи. Все, кроме парламентских еще вот, значит, сколько там остальных получилось. Так, в том числе эти партии, они в теории политологии носят название спойлеры, то есть, они размывают спектр вот внимания и отвлекают голоса как нужно специалистам в ту или другую сторону. Значит, та самая партия коммунисты России, по которой уже вот здесь поступил вопрос, в природе она не существует. Вот в Ленинграде никто не назовет ни ее структурой, ни митинга, ни забастовки, ни действий, ни программы никто не вспомнит. Но, когда наступает выбор, проявляются люди, приходят юристы, бухгалтера, так сказать, собирают подписи во всех регионах, сдают их, регистрируются, ведут, и получают соответствующие проценты, при этом позволяют с одной стороны режиму, так сказать, при необходимости сбрасывать сюда нужное количество голосов, с другой стороны делают более послушными тех, значит, у кого эти голоса так или иначе отбираются, откачиваются. Это применяется не только к левому, вот если брать, коммунисты России. В определенной степени участие в этих выборах Парнаса, значит, партии роста, так сказать, некоторых других единиц, они были использованы для того, чтобы ослабить позиции яблока. Яблоко, как такого вот самого, ну, носителя госдеповской, что ли, линии, и которая во многих регионах вплотную подкрадывалась и подкапывалась под действующую власть с желанием разделить с ними там места у кормушки. В этом еще несколько ниже скажем. Вот, значит, институт спойлеров, это тоже такое новое явление, но при этом, значит, заметьте, что в этой расширенной демократии ни одной партии, которая собирала бы подписи или собрала бы подписи и Бела зарегистрировала, нету. Пробовали, дай бог памяти, значит, по-моему, четыре партии пробовали двигаться, может быть, даже шесть по этому пути. Точно так же, как из всех избранных депутатов, одномандатников, есть только один, который называется самовыдвижение сам, и который собрал подписи. Все остальные, они распределены, как я уже сказал, 207 это Единая Россия, и плюс, значит, 18 округов, в которых были заключены договорные, значит, договорные матчи сыграны, где Единая Россия не выступала, уступив это дело, как они высказались, высокопрофессиональным депутатам из других партий, чтобы они не имели возможность сохранить себя для работы в будущей Думе или где-то. А один одномандатник, который каким-то чудом, значит, выиграл выборы, считается единственным независимым депутатом, это господин Резник, Вячеслав Матусович, который на проверку оказался членом Генерального Совета Единой России, миллиардером, который успешно прошел по Надагейскому избирательному округу. Значит, из всего этого рассказа можно сказать, что процесс управления вот этими всеми процессами доведен, но если не до совершенства, то до высочайшей степени управляемости и противостояния этого делу чрезвычайно трудно, чрезвычайно трудно. При этом очень показательным, даже, может быть, более показательным, чем сами выборы, является встреча Путина с лидерами парламентских партий, которая состоялась в конце сентября, сразу после выборов в этом деле. Значит, интересные беседы и высказывания людей, в том числе для нас в первую очередь интерес представляет, как жаловался Геннадий Андреевич Дюганов на это дело. Мы же всегда выступали за укрепление ситуации, за то, чтобы было стабильно в этом деле. Мы очень заботимся, чтобы стабильность увеличивалась и росла сплоченность общества, без чего неизможно преодолеть ни санкции, ни кризиса. при этом необходимо напомнить, что примерно полтора года назад они проводили пленум центрального комитета, стучали себя в грудь, говорили, что мы развернулись лицом к проблемам рабочего класса, мы, так сказать, предусмотрим места в списках для того, чтобы были включены лидеры рабочего движения, мы руководствуем селенинскими принципами использования парламентаризма для развития классовой борьбы и так далее и тому подобное. Ни одного депутата из рабочих в новой составе Думы нет. В числе кандидатов их практически тоже не было, хотя иногда для обмана они это делают, включают. Был такой случай, на предыдущих выборах, когда они были в 2011 год, я встретил в Думе двух шахтеров Сорокин и Пименов. Пименов это с шахты Варгашорской, председатель профсоюза защиты был. Идут довольные, говорят, откуда мужики, куда? Слушай, мы с Чьяц у Геннадия были, мы его, так сказать, приезжали, вот он обещал включит железно в список будет включен вот рабочий шахтер, но я говорю, ну и где он у вас будет включен пятым в списке по коме республики. Вот я им объясняю, ребят, для того, чтобы пятый по этому региону прошел, здесь нужно набрать 178 процентов голосов. То есть даже не 100 не хватит, а вот если еще, они поморгали и говорят, так что же, нас обманывают, что ли? Я говорю, выходит примерно так. Вот это характеристики, так сказать, этой картины и прочее. Значит, на этой встрече опять и опять Геннадий Андреевич, он примерно так говорит, что, но мы же всей душой стремимся, чтобы выборы были честными, и чтобы это было честное соревнование программ и команд. Если сейчас вернемся к теории, которую нам на прошлой лекции читал Михаил Васильевич, то мы вспомним, что Владимир Ильич говорил, что те, кто надеются и зовут других получить большинство на буржуазных выборах, те или просто, так сказать, идиоты или негодяи. И иначе к этому делу относиться нельзя и не следует. Еще интересный момент, который в таком своеобразном обмене репликами произошел между Зюгановым и Путиным. Зюганов в свойственном манере, мужественном голосом так правильно говорит, СССР крушили чем? Крушили. Национализмом крушили русофобией крушили антисоветизмом. На что Путин в конце сказал, вообще-то Геннадий Андреевич, когда СССР крушили, у власти была партия, которая вроде бы там ни национализма, ни русофобия, ни антисоветизма не проповедовала. На КПСС называлась. Это я к чему? Что и здесь снова всплывает на поверхность главные моменты, которые мы с вами уже останавливали, что вообще по большому счету СССР развалил курс на рынок, на капитализм. Все это дело накапливалось не сразу, набиралось, набиралось и в конце концов закончилось качественным скачком вылившимся в контрреволюцию. Пора переходить к тому, чтобы осветить. А что же мы делали в это время и как вообще, где наше место, какие наши выводы, где плюсы, где минусы и так далее. Ротфронт, Российский обвиненный трудовой фронт и РКРП, как его, так сказать, ядро, главная, основная часть, значит, давали вот эти прогнозы и с открытыми глазами шли на эти выборы, зная, что ничего тут честного не будет и, так сказать, не ожидается. При этом, было принято решение, что на Госдуму не замахиваемся, потому, потому, что сам механизм сбора подписей и их проверки, он составлен так, что зарубят любого и не пустят, и не проведут. Вот, Кузьмина у нас здесь нету сейчас, да, он по своему округу шел, подпись его отца не признали, не признали, батькину подпись, которая за сыном, так сказать. Поэтому, значит, тратить силы на то, чтобы собирать 230 тысяч подписей, а мы знаем, что это такое, мы дважды собирали, значит, мы не стали, значит, и сосредоточились на нескольких регионах. К ним относились Тюменская область, Кировская область, Дагестан, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петрозаводский совет и Андомандатная округа. Значит, как и ожидалось, в большинстве этих мест нам зарегистрировать свои списки не удалось, хотя в сумме мы собрали порядка 90 тысяч подписей, если сложить регионы и округа и тому подобное. В конечном итоге выступали списками в Дагестане, которые имели региональную льготу, в Санкт-Петербурге, где собрали 119 тысяч подписей и в городе Петрозаводске. Одномандатник у нас был только один, шел в Карельский ЗАГС, смогли мы зарегистрировать, этих нет. Значит, результаты выборов, они по цифрам нас отнюдь не радуют. в Ленинграде мы получили 0,8% меньше процента и 10 тысяч голосов по этому самому. Значит, казалось бы, очень это дело печально, но во-первых, надо исходить из того, что 10 тысяч это дивизия. Дивизия? Дивизия. Если их уметь организовать и вести, то это раз. Во-вторых, мы занимаем первое место по соотношению результаты, полученные на единицу затрат, которые провинены. В сумме мы расходовали на свою выборную кампанию вот в Питере порядка 150 тысяч рублей, если все это взять. Если сравнить это с теми деньгами, которые я тратила та же Единая Россия или даже КПРФ, то это сотни и тысячи раз меньше. Ну и наконец, ни в коем случае не надо впадать в уныние от того, чтобы слушать. Мало. А как может быть больше, если главный вопрос был в той работе, которую мы проводили в пикетах, в метро, в проходных заводах. А что это за фронт такой? К чему вы зовете? Куда ведете? То есть люди только открывали глаза и узнавали названия. Спрашивается, а почему другие получали больше? Это очень просто, потому что все остальные партии, которые рядом с нами участвовали в питерских выборах, они участвовали в выборах в Государственной Думе. И они на тех же бесплатных роликах, на телеканалах в 120 раз, я так примерно прокинул, появлялись больше и чаще. Поэтому как там народ не настроен, но кто такой Зюганов или кто такой Миронов или Жириновский, он знает и, так сказать, хочешь, не хочешь, так сказать, идет, голосует и смотрит. А здесь ориентировались пока в основном на эмблему, ну и на название, кто, чего и на те знания, которые мы сумели каким-то образом за эти значит небольшое время, которое у нас было отведено на агитацию, все-таки успеть провести и так далее. Значит, мы однозначно для себя сделали вывод, плену специально провели, что правильно сделали, что пошли на выборы. И та работа, которая проведена, проведена совсем не зря. прежде всего потому, что сами провели взвешивание, провели собственный политический опыт, без которого невозможно строить политику, значит, как указывал тот же Владимир Ильич. Значит, накачали мускулы. Вообще, мы поняли, что вот этой работой, как в период выборов, вообще бы организации должны заниматься постоянно. каждый день, так, ну, в той или иной форме чего-то. Ну, и, наконец, главное, наверное, для нас, и тот вывод, который, что, поскольку у нас нет и не предвидится выходов на такие широкие экраны, теле, радио, газетные полосы, что у нас не предвидится таких, значит, миллионных и миллиардных финансирований, которые есть сегодня у парламентских партий, то выход только один, расти, как массовая организация, расти через выстраивание фронта, через укоренение, значит, на фабриках, на заводах, то есть, если фронт действительно станет фронтом, тогда вот с помощью этих людей, значит, можно будет превратиться, сказать, действительно работающую силу, в том числе, которая способна и выборы использовать в нужном направлении. В этом плане хочу напомнить или сказать, что реализована главная идея фронта, которая заключается во втягивании в политику, так, во втягивании в политику самих трудящихся масс. Единственный список, который был в Петербурге, который включал рабочих, это список родфронта, 12 человек. Само отличие, вот, хорошо видно на примере сравнения, значит, людей в нашей тройке, да, значит, ну, вот, первые номера, секретарь организации у нас, секретарь КПРФ, например, да, да, значит, а второй, третий, четвертый, там, пятый, у нас крановщица, судовой механик, учитель, программист, у них, так сказать, идут бизнесмены, значит, депутат, попечитель церковного совета, там, где-то, значит, олигарх местного масштаба, вот, по нему сравним, на втором месте у нас, на третьем месте у нас Кузьмин, у них, как его фамилия, это парень, владелец 14 земельных участков, сейчас фамилию посмотрю, общей площадью 80 гектаров, крестьяне, да, наверное, будет выращивать брюху там и прочее, владелец там трех квартир, трех машин, значит, там, два десятка с лишним миллионов на расчетном счету в ЗАГСе, но это все мелочи, а главная сумма сделок заключенная им за предыдущие три года с недвижимостью составляет ни много ни мало 1 миллиард 700 миллионов рублей. Вот товарищи так называемые коммунисты и соревнуйся с этими деятелями и веди, значит, с ними соревнования. Так, Рассудов, вот, значит, такая фамилия Рассудов, ну, это чтобы, так сказать, знали и прочее, прочее. Значит, завершая, завершая, значит, нашу короткую беседу, я хочу сказать, что мы однозначно считаем, что правильно сделали, что участвовали в выборах Расс, значит, мы считаем, что эти выборы показали направление дальнейшей работы через расширение фронта и укрепление, значит, думаем, ошибочны те выводы, которые сделаны были, вот, лектором на предыдущем нашем занятии о том, что модель фронта неправильно выбрана, потому что, значит, это, по большому счету, ленинская модель, когда есть ядро, значит, из ортодоксальных марксистов, которые несут, значит, научное знание, и когда вокруг строится гораздо более широкая организация, значит, в данном случае мы выбрали модель фронта, а главное, сохраняется, ну, тот самый гвоздь, который вот в программе является главным, а именно вовлечение в политическую борьбу самих широких трудящихся масс, вот, чего это делается. Мы думаем, что те товарищи, которые, значит, нам товарищи, но по каким-то причинам отстали от выборов в этот раз, значит, сочтя, что там какие-то требования недостаточно революционные, даже буржуазные, совершили ошибку, значит, потому что, значит, любое экономическое требование в условиях капитализма, оно все равно, так сказать, в той или иной степени является буржуазным, а смысл того требования, о котором спорят, и которое вызывает наибольшую остроту обсуждения, индексация заработной платы, смысл его использования и включения заключается в том, чтобы обратить внимание на это требование именно в данный момент, потому что у тебя на заводе индексируют, нет, у тебя индексируют, нет, на Алмазе индексируют, нет, пенсионеры индексируют, Санксар, тебе опять индексируют, нет в этом году, вот оно еще бы, в этом главная суть, а дальше уже дело другое, тем более, что это требование, значит, было включено, так сказать, одним из, в числе всех других, раздавите эту предвыборную листовку и программу всем, чтобы все могли посмотреть. Поэтому, значит, я хотел бы сказать вот чего еще, что выборные вопросы, они действительно вызывают, как правило, больше эмоций, чем какие-либо другие, потому что каждый вроде специалист, каждый тот самый что-то чувствует, видит, и Владимир Ильич вспоминает в той же детской болезни левизны, значит, что нам пришлось исключить группу левых коммунистов из партии, среди которых были прекрасные революционеры, и они много раз потом, вернувшись в партию, доказали это своей работой, за их упорное нежелание признать необходимость участия в выборах. Поэтому, с одной стороны, бывали и такие случаи ошибки, с другой стороны, если уж Владимир Ильич допускал ошибки в выборной тактике и не боялся этого признать, я думаю, ничего страшного, если и мы тоже подумаем, еще, так сказать, почешем затылки, взвесим все эти дела, и к следующим выборам подойдем в более сильном состоянии, потому что усилимся, наверное, общей работой вне выборов. Все у меня. Спасибо, вопрос уже готовый. Некоторые писали заранее. Хорошо. Так, почему РКРП не участвовал в выборах в Донзуму? Я уже сказал. Потому что правила такие, что даже если мы, быть честно, выполнили это дело, нас бы дальше не пустили. Откуда появилась партия коммунистов России, кого она представляет? Партия коммунистов России вышла, по большому счету, из КПРФ. Она включает в себя тех членов КПРФ, которые по той или иной причине не получили там хорошего, поставили теплого места в Госдуме, в том числе по памяти. Машковцев, бывший губернатор Камчатки, Тихонов, бывший губернатор Ивановской области. Шансов, бывший член президента КПРФ, депутат Государственной Думы. Жуков, бывший депутат, по крайней мере функционер, ну и целый ряд других товарищей. По своим основным программным положениям они ничем практически не отличаются от КПРФ. Когда они вышли, они сначала взяли себе название ВКПБУ, Коммунистическая партия будущего. Мы в тот момент вели с ними переговоры, что ну а что еще одну городить? Давайте как-то смотреть, объединяться. В конце концов, не объединяться, давайте общий фронт строить или вести. Однако они заняли позицию, что нет. Значит, их умело подхватили, повели, в том числе политтехнологи от власти. И они сами признают, что нас называют проектом Кремля, а нам это даже выгодно. Придем просить деньги, так кто мы? Ну никто, а тут проект Кремля пришел. И там посчитайтесь. Поэтому вели их грамотно, значит, и я думаю, что не случайно, практически они сегодня заняли то место, которое блок коммунистов за СССР занимал в 95-м, в 99-м далее годах. То есть первое место под чертой 2,3% так выполняя эту самую функцию. Они уже сегодня пробуют проситься в международное сообщество, в список Солиднет и так далее. Я думаю, что лучшую характеристику им дала наша молодежь, комсомольцы, которые хорошую формулу вывели, что эти деятели вышли из КПРФ, но это не значит, что КПРФ вышла из них. На встрече с президентом их председатель Маленькович пел дифирамбой, мне кажется, более грамотно и с большим чувством, чем Жириновский делает. Путин. Так, следующий вопрос. Выставляете ли вы своего кандидата в президенты от РКРП в 2018 году? Пока мы этот вопрос не рассматривали, но я думаю, что вряд ли мы будем заниматься этой работой, да, бессмысленной. Так, кому выгоден терроризм, он, значит, к нашему, к нашей теме прямого отношения не имеет, но вообще, значит, страшилки всегда используют для того, чтобы сплотить, значит, не очень просвещенные массы вокруг действующей власти, да. Вот, отец родной наш, давайте вокруг него. Так, чем объяснить повальное влечение религии и населения? Я думаю, что повального у нас влечения все-таки нет, а религиозное мировоззрение, оно развивается для того, чтобы прежде всего увести людей от научного мировоззрения. Так, потому что научное мировоззрение – это главный инструмент для того, чтобы, значит, верить не в какие-то там эти силы, а верить в силу разума человека, в собственные возможности, в собственную борьбу, ну и прочее. О перспективах развития РКРП и Росфронта. У нас есть хорошие друзья, Компартия Сирии, вот я с ними 28 числа увижусь, будет встреча коммунистических рабочих партий во Вьетнаме, в общем. Так, у них в программе, заканчивая, там написано, нас спрашивают, какая наша перспектива. Наша перспектива – борьба, другой перспективы нет. Чего мы будем добьемся, если с этой точки перспективы, спрашивают, то это зависит от того, как будем бороться. А если не будем бороться, то отнимут и то, что сегодня еще имеем. И в широком, и в узком смысле слова имеется в виду и права людей, там, социальное обеспечение и прочее, прочее. И заканчивая этим конференц-залом и возможности проводить учебу Института Рабочих, Университета Рабочих Корреспондентов. Будете ли вы участвовать в президентских выборах через два года? Это не по теме, я предлагаю, просто не заметил. Хорошо. Можно ли без партийного человека, активно участвующего в решении задач коммунистического движения, считать меньшевиком? Ну, если он по своим воззрениям занимает соответствующие позиции, то можно меньшевиком. А бывает наоборот, он беспартийный человек, но так работает, так сказать, в движении и прочее, прочее, что его можно ставить в пример целому ряду наших партийцев. Тоже бывает. Все, вопросов кончились, это после занятия тогда. Спасибо. Успевайте, пока Михаил Алексеевич выступает. Уважаемые товарищи, мы очень интересно прослушали доклад. Я хотел бы сказать, что я со всеми основными положениями этого доклада согласен. Этот доклад не только теоретический, но Виктор Аркадьевич был депутатом Государственной Думы, и в Думе он показывал образцы того, как должны действовать депутаты. Он и помогал рабочим, трудящимся, трудовым коллективам, профсоюзным организациям, запросами, организациям соответствующих коллективных действий. В том числе, когда была мощная забастовка в Москве, 30-тысячный коллектив Донстроя остановился. Вот он тоже туда приезжал к бастующим и был в числе тех, кто оказывал помощь. Кроме того, он вставил такие вопросы в Думе, что его лишали на сколько месяцев? Четыре раза по месяцу. Четыре раза по месяцу, так сказать. Он не лез за словом в карманы, не укорачивал, так сказать, свои партийные лозунги. И поэтому, вот я хочу сказать, что его доклад, он не только теоретически выдержан, но и он опирается на большую практику, участие в этих самых использовании парламентаризма в классовой борьбе. И я думаю, что очень ценно то, что Виктор Акадьевич нас пригласил, так сказать, и сам сказал, что мы подумаем о отношении будущего. И всех нас пригласил подумать. Я вот, так сказать, хотел бы эту линию продолжить и высказать некоторые свои соображения, которые вытекают из основных положений этого доклада. Вот очень убедительно нам было показано, ну, во-первых, что если раньше мы там ссылались на Ленина, доказывали, что надо участвовать в выборах. Сейчас этот вопрос решен. Не будете участвовать, через некоторое время вам регистрацию партии ликвидит уничтожит. Правильно? По закону. Вот и все. То есть тут нам нечего и обсуждать. То есть для политической партии, собственно, в нынешнем ее варианте, по закону, другого варианта нет. Либо вы участвуете в выборах, если не будете участвовать, у вас регистрацию отберут, вас не будет. Вот и вся теория вопроса на сегодняшний день. Это первое. Второе. Значит, как участвовать? Вот я думаю, что Виктор Акадьевич показал, а практика тоже показала, что вот с какими бы лозунгами ходите, с какими бы лозунгами не ходите, много не получите. Я думаю, что это вот основная была мысль. Почему? Ну, потому что все определители, так сказать, голосов и все ресурсы, которые бросаются в выборную кампанию, находятся в основном в руках буржуазных партий и в руках буржуазного государства. Поэтому можно рассказать, что выбор честный. У кого деньги, тот совершенно честно их и выиграет. А у кого денег нет, тот честно их и проиграет. Тут никаких иллюзий не должно быть. Ни у властей нет иллюзий, они знали, что они выиграют. Но я думаю, у нас тоже не было иллюзий. Мы знаем, что мы тут не выиграем. Это не значит, что не может случиться так, что кто-нибудь пройдет. Ну, почему? Этого нельзя исключать. То есть, бывают разные ситуации. Все зависит в том числе и от поведения оппозиционных партий на выборную кампанию. Но вот Виктор Аркадьевич показал, что на сегодняшний день пресс такой сильный, что в зависимости от того, как вы действуете во время выборка, не сильно много зависит количество депутатов. Скорее всего, не получите. Но если кто-то и пройдет, то очень мало. Я думаю, это совершенно однозначно следует из того, что нам тут Виктор Аркадьевич доложил. Отсюда вытекает, мне кажется, совсем другая тактика. Не похожа на ту, которую вот избрал Ротфронт в нынешнюю кампанию. Совсем другая тактика. Потому что такая вот была избрана тактика, как будто бы вот можно пройти. Нельзя пройти ни с индексацией, ни без индексаций, ни с другими. Нельзя пройти сейчас фактически. Вот если вы считаете, что, Виктор Аркадьевич, что вы получили 0,8% с лозунгом индексации, и считаете, что другие лозунги хуже, скажем, которые мы предлагали, значит, тогда вы получили бы 0,6%, 0,5%. Это значит, вы считаете, что мы максимум получили. Я-то не считаю, что максимум, я думаю, можно было больше получить. Но тогда нужно совсем по-другому строить всю выбранную агитацию. Значит, вот убедительно было показано в докладе, что дальше, чем сбор подписи, вы не пройдете. Мы не пройдем. Правильно? Дальше, чем сбор подписи. Значит, следовательно, основная вот линия выбранную кампанию должна состоять не в том, что мы думаем дальше, что мы там будем делать в Думе, или что мы будем делать на этапе, после того, как зарегистрируем. А для нас это основной этап. Вот для тех, кто участвует в выборах, сбор подписи – это основной этап. Но участие наше надо состоять не в том, чтобы собрать то количество, которое нужно для регистрации партии на выборах в Думу. Тоже убедительно было показано, что не соберем. Наоборот, как только объявлен этот самый, надо подготовиться к этому сбору подписей. Что такое сбор подписей? Это возможность открыто выйти на все улицы, то есть поставить палатки у фабрик и заводов, и у этих фабрик и заводов агитировать за все наши программные пункты. Например, как они могут выглядеть? Как если большинство проголосует за Ротфронт? Значит, мы в этом случае зарплату сразу повысим вдвое, потому что для этого есть все основания. И я думаю, что у нас много было экономических занятий, и можно легко доказать, на самом деле, что это вполне реально, потому что у нас нищенские зарплаты людям. Спокойно можно повышать, и все это реально. Потому что прибыли несметные. Но люди там только на миллиарды считают. На миллиарды сегодня высший класс считают, поэтому никакой проблемы повысить. Или сегодня, например, в российской газете рассказывают про сколько кто вывел из обанкротившихся банков. Потому что они сами их обанкротили. Ну, например, на первом месте тот вывел 210 миллиардов, другой 60 миллиардов. Не буду я показывать, нет времени. Я сам знаю, как мне говорить. Спасибо вам за эту помощь. Поэтому вполне. Ну, кто считает в три раза, можно и в три. Все равно мы не пройдем, поэтому почему нам не вставить вопрос. А если пройдем, то вот мы это беремся, обещаем повысить двое. Ну, это как-то может людей привлечь, подумать об этом. И можно объяснять на эту тему, почему мы считаем, что можно вдвое поднять. Второе. Мы гарантируем установление, так сказать, цен. Остановим инфляцию на важнейшие и необходимые продукты. Если, так сказать, получим большинство в парламенте. Два. Третье, значит, пенсии. Двое тоже надо. Можно втрое. Теперь прожиточный минимум у нас есть. Значит, зарплаты не ниже. Минимум рот установить не ниже двух прожиточных минимумов. Двух. Дескать, а мы не пройдем. Ну, не пройдем, так мы не отвечаем за это дело. Если пройдем, так и установим, что для этого нет ресурсов в России. Есть. И так далее. Мы, конечно, безусловно, обеспечим, значит, изменение всей выборной системы и уйдем от выборов через эти и одномандатные округа, и вот эта вот вся эта система, которая сейчас существует территориальная, где деньги решаются. Мы превратим нашу выборную систему в систему выборов по трудовым коллективам. От фабриков и заводов, и от трудовых коллективов и организаций. Короче говоря, все наши самые решительные, самые высокие требования, которые содержатся в программе РТРП, всех их надо поставить, еще и усилить. И вот этим заниматься, для нас сбор подписей, не состоит в том, чтобы собрать подписи. Это просто предлог для того, чтобы вот выборную кампанию, и так вот Ленин и ставил вопрос, что выборная кампания, это что? Это кампания для нашей агитации. У нас агитация идет все время, вот выпускается газета, она рассылается, ее раздают у заводов, а это еще одна форма агитации, поэтому мы очень не озабочены тем, чтобы у нас туда прошел. В этом смысле тоже непонятно, зачем ставить секретаря Ротфронта в первом списке. В первом списке надо поставить известного рабочего. Все равно никто не продетет, ни секретарь, ни рабочий. Неужели, вот скажем, Ленин и Сталин когда-нибудь ставили в списках? Да никогда. Это вот в КПРФ все время, Дюганов стоит на первом списке. Зачем нам это ставить? Поставить известных рабочих, которые сейчас работают на заводе. И не безработных поставить, а рабочих. Нет таких рабочих? Есть. Давайте их поставим в список. И будем собирать подписи. Как только сбор подписей закончился, наша выборная кампания тоже закончилась. Мы теперь только разоблачаем теперь буржуазные партии, говорим, что вот они нас не пустили. Объясняем, как Виктор Аркадьевич сегодня объяснял, и говорим, а вот если мы бы прошли, мы бы повторяем, что бы мы сделали. Вот, так сказать, чем мы должны заниматься в выборной кампании. Я думаю, это была бы мощная, пропагандистская кампания. А так, ну, такой вот жалкий писк, я считаю. Для жалкого писка потратить 150 тысяч рублей жалко. А вот на 150 тысяч рублей такую пропаганду можно было развернуть. Не жалко было. Можно бы еще собрать и деньги на такую выборную кампанию. Вот, мне кажется, надо поставить как вопрос. И я думаю, что товарищи подумают, и надо бы это коллективно обсудить. То есть я считаю, что, скажем, программа коллективных действий у профсоюзов – это минимум. Это минимум. Это нижний рубеж. А ну, надо взять круче, выборную кампанию. Выборную кампанию. Но если меня, значит, собирать. Что касается 10 тысяч. Я вот был кандидатом в народный депутат СССР по Ленинградскому территориальному округу. Национально-территориальному. Он весь Ленинград голосовал. Я собрал 10 тысяч. Естественно, я ведь пропагандировал, что давайте мы это в Горбачева, значит, посадить в тюрьму. Этого самого, так сказать, выбора, конечно, сделать по коллективным округам. И чтобы я посоветовал сейчас вот, надо сейчас, мне кажется, вот сейчас, чтобы закрепить эти 10 тысяч, Виктор Аркаевич, надо потратить еще немножко денег, дать объявление в газетах и по радио, или по телевидению. И сказать, что вот мы просим такого-то числа прийти их вот сюда, на Очаковскую, где будет встреча с руководством партии Ротфронт. И вот этих людей, которые голосовали, они же голосовали, их мы не знаем, где-то они есть в толще народной Ленинградской, мы никого не знаем. А надо усилить за счет них Ротфронт. Значит, придет, ну, я вот тогда так делал, и так же делал другой кандидат в депутаты. У нас тогда рабочий из русского дизеля. Значит, пришло человек, я по радио тогда выступил, такой призыв сделал, что вот я хотел бы встретиться с избирателями, те, кто за меня голосовал. Они не знают, кто за меня голосовал. Вот они пришли, это наши единомышленники, если они проголосовали. Пришло человек 150. Вот тогда у нас в помещении Института повышения квалификации они собрались, мы их всех влили в Объединенный фронт трудящихся. И они очень активно работали. Очень активно работали. Например, некоторые товарищи знают, Людмила Магерамли, она вот тоже в числе этих самых товарищей была тогда. То есть, я хочу сказать, что еще не закончена для нас компания. Вот надо, мы, так сказать, вот как раз, как товарищи, тут советуемся, нужны этих людей. Конечно, 10 тысяч тут не вытащишь, мы их не вытащим. Но человек может 100 или 50, даже если 20 придет в итоге, и 20 людей, которые хотят участвовать и помогать в деятельности Родфронта и Российской Коммунистической Рабочей Патери. Это плохо, это будет хорошо. Вот я думаю, так надо построить и строить на будущее вообще выборную компанию. И это вот должно быть красочно и известно, и чтобы люди среди вот этой вот пустой этой компании никчемной, когда ничего хорошего никому никто не обещает, чтобы на этом фоне по сравнению с, так сказать, и коммунистами России, и КПРФ, сразу, так сказать, как звезды, все эти сияли те решения и те дела, которые сделает, скажем, Росфронт, если оно получит большинство. Почему это так трудно сделать? То есть, надо отнести не заниматься сбором подписи сразу, а надо подумать, что сбор подписи это форма участия, проведения такой агитационной кампании, и надо вот над этим подумать до того, и специально в газете это все написать, за что будут, так сказать, выступать Росфронт, если пройдется и так далее, во всех газетах там выступить, где можно нам выступить и так далее. Вот, мне кажется, в каком направлении надо подумать. Вот такие предложения я делал. Спасибо. Виктор Акадьевич очень хорошо сегодня прочитал лекцию, и вот если взять, что подчеркнуто, что, конечно, в умах в основном народа, идеология, господствующего класса. И это всегда было, и рассчитывать, конечно, на выборы, чтобы победить Родфронт или РКРП в выборах, который организовывает господствующий класс буржуазии, конечно, этого не будет. И никогда еще смена классов не было, чтобы мирно выиграл тот или другой класс. Даже если взять из истории, которая называется Северные Штаты Америки, которая считает, что самая демократия большая в Северных Штатах Америки, из истории, даже когда был Север капиталистический в Америке, а Юг, все Штаты Южные были рабовладельческими, то даже при этом смена классов и борьба была классов между капиталистами и рабовладельцами. И в умах всех граждан Северных Штатов была идеология капиталистическая, буржуазная, а в умах народа, который проживал в Южных Штатах, конечно, считали рабовладельческий, самый демократический строй, потому что противоположный класс рабы это говорящие работающие орудия, это не народ, поэтому, конечно, все добропорядочные граждане, это был народ. И весь народ был как раз демус народ, кратия власть. Конечно, вот самая большая демократия это при рабовладельческом строении, это в умах граждан Южных Штатов был, и была война между Севером и Югом. Какая была? Классовая война была, победили северяне, победил более прогрессивный капиталистический класс. Так и сейчас, что сказать, что сейчас пройдет, вот, пройдут честные выборы, организованные буржуазным строем и будет победить рабочая партия или рабочие предупреждения, конечно, это ожидать нельзя. Но чтобы привлечь внимание, то тут, конечно, мне кажется, Ротфронту и РКРП надо опираться опираться на что? Так, как говорил, к примеру, Владимир Шлинин в своей работе «Грозящая катастрофа» и как с ней боролся. Когда он говорил? В июле 1917 года, когда уже после февральской буржуазной революции власть буржуазная пришла к власти и он говорил, что надо провести банковскую систему, надо провести еще ряд достаточно многих мер. Если никакой программы не предлагают, это грозит катастрофой или придет другой противоположный класс. Вот здесь, чтобы народ привлечь и рабочих привлечь, надо опираться допустим вот то, что вообще вот то, что я Михаил Васильевичу дал, а он мне сегодня дал российская газета, но никак не газета некоммунистической направленности. Вот один увел более двухсот миллиардов, другой шестьдесят, другой сорок миллиардов, увели деньги за границу и какая ответственность? Банк отозвали лицензию, банк банк род, из этого банка, ну что, придут, опишут имущество, миллионы заберут, а миллиарды за границей. И конечно, вот пожалуйста, вот РКРП и Ротфронт вот на это опираться. надо опираться, чтобы если прибавочная стоимость уводится за границу, надо бороться, чтобы она на 80-90% оставалась в России. Если америкационные отчисления уводят прибыль, и у нас основные фонды не обновляются, за это надо бороться. Если у нас предложил, так как у нас когда-то бывший министр Сердюков в интересах зарубежных производителей действовал, и Тюльпанов, который был председателем ЗАГС собрания в газете «Коммерсант» о бедной звезде замолотье слово. И говорилось, что звезда грозит остановкой завод, потому что было принято решение дизельные двигатели для военно-морского флота закупать у звезды. Мы с Михаилом Сеевичем написали и президенту и боролись за это дело, что это не только наша звезда, а поддерживаем председателя ЗАГС собрания Тюлькина, который зам сейчас у Валентина Иванова Патриенко. Тюльпанов, да, Тюльпанов. Чувствую, туда пойдет скоро. Ну, сколько депутатов был в Госдуме. Значит, что это грозит не только для звезды, а в целом для военно-промышленного комплекса и многие заводы остановятся. И это решение грозит с изменой Родины. Было написано президенту, был ответ из Министерства обороны. Вот, я думаю, вот так можно бороться. Вот, кого еще можно? Вот, допустим, Сергей Юрьевич Глазев выступил, советник президента, академик, выступил на закрытой межведовственной комиссии ровно год назад, сентябре, 15 сентября. Речь называлась о неотложных мерах по отражению угроз существования России. Мы рассматривали в этом формате достаточно подробно. Газета «Народная правда» опубликовала под руководством Михаила Васильевича, «Я выписывал тут меры по развитию России», что предложил Сергей Юрьевич Глазев, что вот это движение поддерживает, вот это, и достаточно много у нас в университете рабочих корреспондентов рассматривалось мер, достаточно их 20 и 30 можно перечислить. Если вот с этими мерами, что нужно делать буржуазному правительству будет вырабатывать Рокфронт и РКРП, то за этим потянутся в том числе и шестичасовой рабочий день, ну, как одна из мер в большом блоке, то потянется народ к РКРП к РКРП, к Рокфронту, и это будет большой победой, и на будущих выборах будет играть большую роль. Спасибо. Следующий выступающий Захаров и Юриц отбыв. Добавите, кто-нибудь добрый, микрофон. Двое. Нет, нет, Монос, а как я не знаю. Давайте, очень просто. Прямо записи на грабах. О, ага, как будто награду. Виктор Аркадьевич раз мне разрешил в библиотеке побыть, две недели я там сидел, выписывал кое-что. Рынок и работа на заказ. Вот Михаил Васильевич тоже на улице говорили, и так в беседе. Рынок будет всегда, смотря, что вы делаете. Ширпотреб, там всегда только рынок будет. Космический корабль, или просто корабль, будет решать работа, заказ. Нормальный человек приходит в магазин, покупает костюмы, а еще весом полтора сантиметра ростом полтора метра он всегда будет на заказ делать. Одно без другого не бывает. Рабочая сила товаром была и будет всегда. Был рынок рабов, рынок крепостных кристиан. Но при капитализме сейчас скажу, при капитализме рабочая сила товаром добровольна, потому что основной прористил уже не человек при капитализме, а машина. Левша, который блоху подковал, сейчас, покажите мне, он не нужен, все, машина решает. Сейчас по теме, сейчас насчет Горбачева. Активности рабочей, ну как по теме, все по теме, развитие коммунистического движения. Итоги выбора. Нет, итоги выбора, ну что, значит, сейчас я в план перейду, ну. Горбачев, когда пришел, он что сказал? Переходим на ленингские принципы, должна быть власть советов, и советы должны быть в трудовых коллективах, сокращенность СТК. Я сам был в нем, но они не прижились. Рабочие не провели ни политического честолюбия, ни бойцовских качеств. Я их буквально тащил. Пришел раз, начальство сидит, рабочих нету. Че там делать? Так, кое-что напомню, Михаил Васильевич, он сам ориентация на рынок была у нас еще, как он пишет, в своих работах, и при Брежневе, и при Сталине, там корни губитель движения к рынку были. Ну видите, Марк написал одно, а Жинтик стоит другое, без ИНК никуда. Сейчас, вот это прочту и все. Юрий Александрович, давайте-ка покинем. А это, ну, я не поеду, о чем же я еще говорю? Коммунизм дает более высокого государства труда, Михаил Васильевич пишет. И тут же, следующий, да я это говорю, обещали не перебивать. А вот Россия, Советский Союз, никогда не имела больше высокого государства труда, чем США. Самый высокий государства труда в США, неплохо изучить, как это сделать с помощью каких-то средств производства. И тут же, производитель, сельскохозяй государства СССР было в 5 раз выше, чем у нас. В этом плане надо брать пример США. Так что, и рейден, по-моему, к торговле. Никуда вы тут не денетесь. Все люди, которые здесь сидят, они всегда ходили в магазин, платили деньги, получали товар. То, что Марк там без товарной, без денежной производства, хозяйства, это сделать невозможно. Деньги сразу появятся, какие-то другие. пока все. Микрофон отдайте. а еще микрофон, а? А? Да, вы знаете, да, или прикрепить. Мы прослушали лекцию Виктора Аркадьевича, хочу поблагодарить его, и альтернативное, так сказать, выступление Михаила Васильевича, который немножко подверг критике, оспорил ряд положений. Мы внимательно выслушали советы Михаила Васильевича, спасибо вам со стороны, которые сделаны. Хотелось бы, чтобы вы на практике их притворяли в том числе, но пока только видим, что вы советуете. С вами где-то в стороне стоите. Значит, участие в выборах надо решить очень много организационных задач. Вот для того, чтобы пойти, просто выдвинуть в список кандидатов и приступить к сбору подписей, это огромный пласт организаторской работы, внутренней. Это проверка дееспособности самой организации. То есть, не все способны на эту работу. Мы видим, что в городе у нас вышло и смогло выполнить эту задачу по-моему, 12 партий из 74-х. Все? Потом, значит, сама по себе Михаил Васильевич советует нам сосредоточиться на сборе подписей и на обещании манны небесной, что выберите нас и мы сделаем в два раза поднимем, в два раза поднимем, в три раза, в пять раз поднимем. То же самое делают остальные буржуазные партии. То есть, этот совет выберите нас и мы за вас что-то сделаем. Не бывает так. Даже если проголосуют за нас без реальной борьбы снизу, никто не сделает. Ни парламент, ничего. Это смешно, надеяться на это. И задача, которую мы себе ставили, как раз донести эту простую мысль, что без борьбы, без собственной борьбы ничего не будет. А мы идем на выборы, чтобы использовать этот мандат, использовать этот ресурс для организации этой борьбы. Вот основная задача наша, которую мы решали. А не совсем вот это рассказать сказки и иди голосуйте за нас. Это глупость, на мой взгляд. Вот. Что делать дальше? Можно, конечно, объявить, что приходите, кто за нас проголосовал, мы сейчас с вами встретимся и сказать, ну, как это сделать, где у нас ресурсы для того, чтобы всех, значит, кто проголосовал, собрать в одном помещении. Там 100 человек, 150, 10, 20. Пока мы не можем. Вот сейчас лекцию объявим, сказать, что мы такую сбору существуем. Следующий четверг в 7 часов приглашаем всех, кто проголосовал за Родфронт, прийти сюда и настроиться на будущую работу. а само по себе постановка, что основная задача, это, значит, стадия сбора подписи, потому что дальше не пустят. Она провернута практикой. То есть, нас пропустили дальше. И пропустили дальше, и мы, значит, не были готовы, конечно, к этому в полной мере. Тем не менее, мы использовали предоставленные возможности, потому что добавляется бесплатное эфирное время, которое оплачено из бюджета, которое тоже можно использовать, значит, для пропаганды, агитации. И отказываться от этого тоже глупо. И получим мы мандат или не получим, это зависит не столько, может быть, от правильных лозунгов, от поймет ли класс свою задачу участия в выборах, в политической борьбе, поддержит он партию или нет. Если он включится в борьбу и поддержит, то мы получим необходимое количество голосов. И никто их не отнимет никакими честными выборами, махинациями это будет не исключить эту поддержку. Она будет реальной. В данном этапе класс не вышел, не поддержал. Мы увидели. Но, тем не менее, мы использовали этот момент. Значит, в следующий раз поддержит. Спасибо. Просто можно? Нет. Мы все выступаем. Письмо Александра Сергеевича. Спасибо. Александр Сергеевич, подойдите ко мне. Я добавлю. Значит, что класс сегодня не поддержит, тут никаких выборов не надо. Мы это и так знаем. И на выборах он поддержит, когда мы здесь он нас в текущей борьбе будет поддерживать. Когда будут профсоюзы на предприятиях, на которые можно бы обратиться, сказать, вот, товарищи, давайте, помогите выборной кампании. Как это уже было, значит, все в пятом и в семнадцатом годах. В семнадцатом году, когда началась революция, комитет собрался, рассылал резолюции, посылал наручных по заводам, где уже были организации, была раньше организована поддержка, и в революции его поддержали. А рассчитывают, что из-за только того, что происходит выбор, и на выборах вас поддержат, ну, это наивно. Сейчас рабочий класс ни за какой партии не идет в большом количестве. Нас поддерживают буквально единицы, что РКРП, что другие партии. КПРФ уже никакая часть не поддерживает. Они уже стали совсем буржуазной партией. Поэтому никаких сомнений нет в том, что главная наша роль на выборах и главная наша задача на выборах это агенционная. Пройдет ли это на первом этапе, это, конечно, главный этап пропаганды. Пройдет ли мы дальше, там, на вторую или на третью ступень, эта роль не играет. Главное, что мы можем только пропагандировать. А пропагандировать, конечно, у нас есть позиции, которые мы пропагандировали, пропагандируем и будем пропагандировать в том числе и в будущем. Скажем, в том числе и вопрос о заработной плате. Разве это новый вопрос о заработной плате? Мы его, значит, обсуждаем в таком, в новом современном формате уже лет семь. Что нынешняя заработная плата составляет от стоимости рабочей силы в основном 10-15% у крупных таких серьезных организаций, где есть профсоюзы, но процентов 20-25. То есть недоплачивают, платят заработную плату по крайней мере в 4 раза меньше, чем она есть. Это вот сегодня что-то скромно выступили тут в 2 раза. В 4 раза должна быть зарплата больше, чем она есть на самом деле. в том числе не только у рабочих, у профессоров, я как профессор вот сейчас получаю 30 тысяч. 30 тысяч в современном слое стало меньше, чем среднее. Профессорские зарплаты обычно были больше средней раза в полтора, в два. А теперь она ниже средней. И правильно делает это начальство, что профессорам не платят, они не заслуживают. В Москве будет 4 раза больше. Да. Я просто на самом уровне говорю, вот какой уровень зарплаты. И тут конечно можно пропагандировать, акетировать, а мы тут что-то скромничаем. Поэтому у нас есть чем идти, но не можем мы сейчас на выборах наша партия коммунисты получить какие-то большие просторы и перспективы смысле выборов. Только пропаганда. Верните сюда инструменты в овощи. Да. Так. Спасибо за внимание, за вопросы, за критику и за пожелания. Я бы хотел на нескольких моментах еще остановиться. Значит, в конце. вот первое. Значит, абсолютно ясно, что дальнейшее политологическое что ли развитие события, оно будет выражаться в укреплении вот этой славной четверки, которая сейчас сплотилась в Думе и вокруг Путина. При этом значит, на той же встрече, о которой я уже упоминал, были явные свидетельства этому. вот очень яркий пример такой. Значит, Зюганов Путину обращается. Я хочу вам привести два примера. Владимир Владимирович, вы только вдумайтесь. Москва, район МГУ около университета Воробьевые горы. Элитный район, элитное самое дорогое жилье, участок избирательный, номер 2765. Абсолютно честный подсчет голосов. Получает Яблоко 35%, КПРФ 20%, Единая Россия 15,7%, Парнас 11%. Дело не в процентах. Яблоко и Парнас вместе имеют 44%. Меня это крайне тревожит. Зюганов. Вот его что тревожит. Далее смычка с Путиным или прочее. Поступает Жириновский. Конфигурация изменилась. Владимир Владимирович, надо бы поднять финансирование. Сейчас 110 рублей за голос. 200 наверное будет сейчас в самый раз. Кроме этого сократилось количество депутатов у этих фракций. КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. И они все вместе говорят, что надо бы вести еще должности советников предположим при руководителе партии. Ну человек по 5 высокооплачиваемых. Чтобы не пропали таланты вот тех депутатов, которые не прошли. И они бы могли принести пользу думе в общем развитии страны. Заодно решить жилищный вопрос для кого-то кто иногородний. Квартиры по 2 по 3 на фракции бросить и так далее. Но это все политическое крохоборство. А в целом Жириновский во-первых он громче других говорит, в другой стране он часто озвучивает то, чего потом через какое-то время власть сама будет проводить. Пора нам перейти к 3 партийной системе. В центре Единая Россия, справа МЛДПР, а слева КПРФ и поручить им объединить все 8 или сколько партий, которые с левой риторикой, с левыми лозунгами и прочее выступают и ведут это дело. Все это можно воспринять как несерьезный разговор трех, но при этом Путин говорит, мы ведь почему пошли на то, чтобы увеличили количество партий и прочее дела. Во-первых, не только для того, чтобы дурь каждого видна была, а чтобы проявить политический ландшафт, чтобы доказать, что действительно те, кто там много говорит или чего-то, а миллионы голосов получают только парламентские, которые здесь сидят, и они являются основой устойчивости нашей политической системы и государства. Поэтому сегодня, имея реальную картину, мы подумаем, как это дело мы будем реформировать и управлять этим делом. то есть власть, ну, в широком смысле слова, как буржуазная система, будет и дальше работать на собственное укрепление и оттачивать свои изощренные методы этого управления правления, затрудняя путь простым, непородистым с фабрик, заводов, которые пытаются выйти, выдвинуться и прочее, прочее. Это первый такой момент. К этому не то, что готовиться надо, но надо это понимать и соответственно строить свою линию нам. Теперь второе, то, что касается вот программы борьбы хорошо бы, надо бы в два раза, в пять раз зарплату, пенсию или еще чего-то. Я еще раз повторяю, что все-таки изюминой нашей программы это было требование, которое было изложено. Вот, вот, листовка наразована сегодня на руки. И здесь черным по белому значит, вот, наше понимание, наш главный призыв изложенный. Что рабочий фронт исходит из простого факта. У господ что-то выпросить, выпросить чрезвычайно трудно. Из них можно только вытрясти борьбой, если прижмем их задницы к стенке. Вот чего можно. И на этом все построено. Поэтому мы, наша программа это организация той борьбы, которую ведут сами трудящимся. Вот она здесь заложена. И с этой точки зрения мы организуем прежде всего профсоюзную борьбу, экономическую борьбу, и вовлекаем в политическую борьбу. В этом гвозь. То, что касается можно было бы рубануть и стоять, если придем два раза зарплату повысим, пенсию три с половиной раза и прочее. Но я хотел такие соображения уже как политолог высказать. если исходить из того факта, с которого начал сам Михаил Васильевич, шансов-то на пройти ведь не самое, да? Нет. Те люди, которые мимо идут, они что, дурнее нас? И поэтому, если он идет мимо и говорит, слышит, стоит Виноградов Александр Александрович, говорит, если мы пройдем, мы зарплату два раза поднимем. Он говорит, слушай, да ты не пройдешь, что-то тут болтаешь. и пошел дальше. А если, другой вопрос, если он идет мимо и ему показывают, в том числе, что, слушай, вопрос-то ведь по той же индексации, он же уже в думу нашими ребятами был, доведен, и 205 голосов получил, и только голосами единой России зарублен, сукины дети, ну-ка давай-ка присоединяйся, мы еще раз тряхнем, президент с Путиным себе в 2,6 раза подняли сразу зарплату. Ну-ка, вот, вот, уже это самое, уже другой вопрос в этом деле. Но следующий переход, уважаемый Михаил Васильевич, Борис Николаевич, другие товарищи, не менее уважаемые, да? Значит, учатся у итальянских болельщиков футбольных, есть такая пословица, лучше всех играет тот, кто сидит на заборе, на заборе, на заборе, вот он там сидит и смотрит. Поэтому, ребята, кто мешал, ведь вас звали, пожалуйста, список, списки по округам разбиты, 25 этих округов, бери хоть один, хоть два, выставляй нам пикеты у метро, выставляй плакаты в два с половиной раза, или в три и прочее, и покажи результат на этом у Кругиличу год. Ну, пропагандируй, тренируйся, работай, и практика есть критерий истины, а так что получается? Получается, не то, не это, Михаил Васильевич. Получается, что, а что вы практически то делали? Ну, если просто не пошли на выборы, не пошли на выборы, ну, значит, просто отыграли на уменьшение явки в русле единой России то, что им и надо было, мы уже показали. А если пришли на выборы, то разрешите вас спросить, а вы за кого там это крестик ставили? Так или нет? Поэтому обижайтесь, не обижайтесь, хотите или не верьте, или нет, но получается так, что вольно или невольно в этом игре вы сыграли в общем-то на эту самую, на сегодняшнюю партию власти. Так получается. Мы, надо сказать, не привыкли обижаться, Михаил Васильевич, но вот когда вы говорите, что получился жалкий писк, понимаешь? Да, они не очень, не очень громкие, я признаюсь, не очень громкие, да? Но я хочу сказать, что в табеле о рангах ниже жалкого или негромкого возмущения есть еще один, еще ниже. Это кукиш в кармане, вот, понимаешь? Вот, вот, вот у вас, вот в данном случае кое-кого так получил. Но в целом, в целом, я думаю, что, значит, в общем-то, с одним вопросом я должен согласиться, Михаил Васильевич правильно на него, так сказать, выявил, что есть проблема, есть проблема, и мы сами чувствуем, значит, проблема с построением Родфронта и с ведением агитации и с нашим соперничеством с теми же сукиными детьми из КПРФ. Потому что получается так, что они как бы приватизируют право называться коммунистом номер один, да? А у нас получается, что вроде как РКРП, ну, заслоняется, что она вот в этом фронте в общем как бы растворяется и не можем, значит, мы это дело громче сказать и ортодоксальнее, что ли, вести эту агитацию. Значит, надо думать, как делать. Но выход, я думаю, только один. Когда фронт станет настоящим фронтом, мы с вами сами считали, что если не иметь организованных там 50-100 тысяч штыков по всей России, то особенно рассчитывать не на что. Поэтому, значит, надо продолжать эту линию. И формулу фронта мы ведь выбрали не потому что нам так захотелось, а потому что загоняли в том числе численностью, когда требовали 50 тысяч лишили РКРП регистрации, а вместе считали, что о выборах участвовать надо найти возможность. Надо. И это заслуга РКРП, что мы эту регистрацию пробили с седьмого раза. Регистрация до седьмого. И не хухры-мухры. А после этого снизили до 500 человек и размыли все это море. и коммунистами России всякими спойлерами. И КПСС уже есть, кстати. Коммунистическая партия социальной справедливости. Ее еще на запасном пути не выпускают чего-то. Поэтому, значит, возвращаюсь к тому, что я уже приводил, пример сирийских наших товарищей. Наш перспектива борьба. Поэтому за внимание спасибо, а всем успехов в будущей борьбе. За работу, товарищи. Спасибо.